Леонид Борисович Я скажу свое мнение. Оно опирается на интуицию и общение с большим количеством людей. Сначала про сам факт этого убийства. Мне кажется, что ребят туда заманили. Судя уже по тому материалу, что есть, что опубликован в разных местах, и судя по разговорам, их прямо вытягивали в определенное место. Это исчезновение фиксера. Это еще одно дополнительное доказательство. Дальше вы знаете нетронутые рюкзаки. Деньги, которые, скорее всего, ушли в джандармерии. Выживший водитель. Выживший, раненый, неизвестно куда, водитель. Все это напоминает ожидание и инсценировку. Естественно, что мы не можем ответить на вопрос, кто это сделал. Ну, мы, потому что мы до сих пор просто этого не знаем, и потому что расследование проводить в ЦАР очень тяжело. По поводу дискуссии. Дискуссия была обидная. Вот я себя ставлю на место Ходорковского, потому что как бы он был в основном предметом для нападения. Вот. Когда враги говорят то, что они говорят, это нормально, иногда даже приятно. Вот. Но когда тебя начинают, не разобравшись, упрекать те, которых ты считаешь друзьями из, скажем так, нашей либеральной тусовки, из наших 10% электората, вот. Его, естественно, это расстроило, скажем так. Да, он не обижается, он расстроился. И поэтому он вступил в эту дискуссию. Она продолжалась достаточно долго. Вот. Мне кажется, что в этой дискуссии он сказал все. Он взял на себя ответственность. Он в конечном итоге прекратил финансирование этого проекта. Вы считаете, это правильно, кстати? Что просто проект себя настолько дискредитировал, что он не должен продолжать работу? Я не считаю, что ребята виноваты. Я не считаю, что Коняхин, Горшкова или кто-то из них виноват. Я считаю, что они нормально работают. И самое главное, что каждый раз обращаясь к кому-то, я не хочу называть фамилии, это все известные фамилии, я пытался людям, которым хочется объяснить, доказать, сказать, ну вы же не знаете всех исходных данных. А вы нам их скажите. Ну как же можно сказать исходные данные, когда еще не проведено расследование? Чем больше сейчас печатается скриншотов и так далее, тем хуже для расследования. Тем более те, которые виноваты, знают о том, в каком направлении что происходит и какая информация есть публично или у другой стороны. Вот. Поэтому меня, конечно, удивило вот это желание делать окончательные выводы, в том числе по поводу вины, на базе недостаточной информации. И очень многие, я не знаю, заметили вы или нет, рассказывали, что у них есть колоссальный опыт этого всего, и как они, так сказать, сами ездили или посылали кого-то в такого рода военные командировки. Что я вам хочу сказать? Что, во-первых, по статистике ЦАР – это страна, в которой меньше всего убивают белых. Про белых журналистов я вообще ничего не слышал. Дорога, по которой они ехали, считается безопасной, и по ней все ездят. Вот. Архан, без сомнения, один из самых опытных расследователей, военных журналистов, специалистов по экстремальным местам и точкам. Вот. Они погибли, узнать ничего от них уже нельзя, но и как бы винить в этом тоже никого нельзя. Но я считаю, что Ходорковский не поддался давлению, он поступил так, как он считает нужным в конечном итоге. И тем более, что, в общем, Андрей Коняхин сам принял решение после публикации в BBC вот этих скриншотов Родиона Чепеля. Он решил, чтобы дальше эта дискуссия о вине не продолжалась, просто выйти из проекта, закрыть проект. То есть проект перестал существовать, в принципе? Его нет больше? Проект ЦУР, да, перестал существовать, насколько я понимаю, но... А вы к нему не имели, в принципе, никакого отношения? В смысле чего? К ЦУРу именно. То есть вы просто знаете по столько, по сколько? Я знаю в основном всех людей, которые работают с Ходорковским. Они все для меня важны. И этих ребят я знаю, и я всем помогаю с удовольствием, своим небольшим опытом и знаниями. Но они нормальные, хорошие ребята. Расскажите тогда, пожалуйста, чуть-чуть про этот новый фонд, который вы делаете вместе с Ходорковским. В общем, правильно ли я понимаю, в общем, не только я, что сейчас первым делом Justice for Journalists должно стать расследование того, что произошло все-таки в ЦАР или нет? Фонд этот возник в ходе вот этих всех дискуссий. Сама идея фонда. Мы решили с Ходорковским сложиться по 2,5 миллиона долларов, образовать фонд и начальный на 5 миллионов. Но он будет открыт для других возможных партнеров. И я думаю, что они придут и будут. Мы просто хотели начать как можно быстрее. Что касается Совета Фонда Попечительского и экспертов, то это люди с международным опытом. В основном иностранцы, расследовательские и журналисты, и политики, и правозащитники. То есть для того, чтобы достичь максимальной публичности и открытости. Идея возникла из-за того, что на самом деле подавляющее большинство вайленс, вообще преступлений в отношении журналистов не раскрывается. Убийств тем более. Я не буду перечислять, но когда, вот знаете, когда все это произошло, вспомнилось сразу Хлебников, Плитковская, да, многие другие. И понимаешь ведь, что все эти дела, которые считаются расследованными, они расследованы так же, как дела Бориса Ефимовича Немцова. В лучшем случае взяты исполнители и может быть следующее звено. А дальше это все останавливается и не работает. Поэтому мы посчитали, что расследования должны все-таки быть максимально публичными с одной стороны, максимально профессиональными с другой и под контролем профессионалов. Вот. И, конечно, они стоят много денег, особенно в таких местах, как ЦАР. И совершенно естественно, что первым делом фонд берет этот проект. А вот эта максимальная публичность, она не делает это еще более опасным? Для кого? Для тех, кто расследует. Нет, ну это же не означает, что ход расследования будет публиковаться с фамилиями, именами расследователей и так далее. Нет. Максимальная публичность результатов, документов, доказательств. Вот. И цель-то, в конце концов, кроме публичности, основная цель – это неотвратимость наказания. Это все-таки превратить дела уголовные в реальные. Вот очень хорошо, что вы об этом говорите, потому что я как раз хотела спросить, предположим, найдут людей, которые или убили, или были организаторами, или заказчиками того, что произошло в ЦАР. Лучше всех. Да, в идеальном мире лучше всех. И вот тут у меня есть некий конфликт, потому что на днях Тереза Мэй нам показала фотографии двух человек, которые, предполагается, отравили четверых в Великобритании. Если проводить параллели, я не знаю, с делом Литвиненко, то, скорее всего, после этого в России их ждет очень хорошее повышение по службе. Мы никого никому не выдаем. Ну, то есть, как бы… А англичане и не просят. Да, а они, зная это, и не просят. И вот тогда не обнуляются ли немножечко все эти усилия? Потому что наказание – это как раз суперотвратимо. Ну, вы сейчас говорите о частном случае, когда мы говорим о том, что Россия посылает, государство посылает своих агентов, потом они успевают возвратиться, расследование проводится, а вытащить их нельзя. Ну, во-первых, Россия – это не единственный субъект, и убивают не только россияне, и не только российских журналистов. Вот как тогда вообще можно говорить о справедливости, о неотвратимости наказания, еще о чем? Ну, если вы хотите говорить о справедливости, неотвратимости наказания законе в России, то говорить нам не о чем. Естественно, этого нет, и при Путине не возникнет. Вот. А когда возникнет, я не знаю. К сожалению, зачатки были, но и они потеряны. Вот. Но я согласен, да, Россия не будет расплачиваться за свои грехи, они не будут выдавать своих бандитов. Или спецслужбистов. И тем не менее, мир должен знать, кто что сделал. Я считаю, что английская работа очень тщательная, красивая, профессиональная, точная. Вот. И первое же заявление Захаровой, которое возникло, ну, если считать, что она действительно официальный представитель официального МИДа, официального государства, оно на самом деле явилось подтверждением того, что Россия виновата в этом. То есть оно было направлено, естественно, на народ, на внутрь России, но она все-таки и голос снаружи, потому что это МИД. И снаружи России это считывается, это ментальная реакция, а кто это вообще такие, мы ничего не знаем, считывается, когда нас поймали, но мы там спрятались с головы в кусты. Основные убийства журналистов происходят в Афганистане, в Сирии, иногда в Африке. Вот. И внимание надо направить на эти зоны в основном, чтобы расследовать. И в основном речь идет не о российских журналистах. Да, но когда вы называли там фамилию Политковской, какие-то дополнительные усилия по расследованию этого дела, которому уже очень много лет. Если бы это... Ну, понимаете, Политковская вопрос очень эмоциональный. И я его о ней сказал, потому что после этого сразу возникла, сразу возникла эта ассоциация, что даже дело Политковской не было расследовано. Вот если вы помните, я вспоминал, что недавно была годовщина Беслана очередная, что Политковская летела... А до этого был, собственно, день рождения Политковской. Да, совершенно верно. А потом она полетела для того, чтобы притащить Басаева в эту школу, да, там был у нее с Закаевым разговор тяжелый, и она полетела за Басаевым. Помните, что произошло в этом самолете? Она же не долетела, ее отравили. И потом ее нашли через некоторое время в ужасных условиях, без сознания, там, где, я не помню, по-моему, грелками или чем-то обкладывали ее тело, чтобы, так сказать, кровь не сгущалась, потому что ее чем-то отравили, и она уходила. И она вернулась к жизни, а потом ее все-таки убили. И мне кажется, что такое количество фактуры обязано было привести к расследованию этого дела. Во всяком случае, если бы этому не мешало, и кто-то сильный, я скажу так, не препятствовал бы, значит, кто-то препятствовал. Вам, наверное, тоже будут препятствовать. Ну, нам всем будут препятствовать, естественно. А как вот сделать так, чтобы, в принципе, людей не опускались руки, учитывая, что количество таких плохих очень событий, ну, или у меня такое ощущение, но с каждым годом становится все больше, больше и больше. Вы в каком-то интервью говорили, что бескомпромиссные люди должны из России уезжать, потому что они не смогут оставаться бескомпромиссными, если они там останутся. А вот если все бескомпромиссные уедут, то кто бороться будет? Или только извне? Ну, ведь время подтвердило мою правоту. Бескомпромиссные люди, я прошу прощения, или уезжают, или идут в тюрьму. Ну, иногда надолго, иногда не очень. Все прогнозы о карательном государстве, о мафиозно-карательном государстве оправдались. Появились статьи, по которым некомпромиссных людей обвиняют в шпионаже, в педофилии, в чем-то я еще забыл. А, ну и в экстремизме. Это особенно связано с перепощиванием или написанием постов. Я просто считаю, что в этой ситуации изнутри России ничего сделать нельзя. Просто нельзя. Можно как бы сесть за свои идеи, можно погибнуть за свои идеи, как Борис Ефимович Немцов. Можно спрятаться на кухне. Вот поэтому я так говорил, и я на том же стою. Но я при этом не говорю, что проблему России можно решить снаружи. Я как раз... Не очень оптимистично звучит. Я настроен достаточно пессимистично в нынешней геополитической ситуации, во-первых, да, просто потому, что в Америке это Трамп, в России это Путин, в Турции это Эрдуан. Каким вы видите будущее? Пусть вы расскажете свой негативный прогноз. Потому что раньше были какие варианты? Или, значит, случится какая-то революция, или режим сожрет себя изнутри, или, там, я не знаю, за границей нам поможет. Мы про Россию сейчас говорим, да? Значит, если... Ну, с любым человеком может что угодно случиться, в том числе и с президентом России, он живой человек. Но этим управляет Господь Бог, а не люди. Вот, рассчитывать на, или прогнозировать их внутренние склоки, ссоры, там, внутри византийского двора, его окружения, ну, я тоже, так сказать, не берусь. Я ничего про это не знаю. Я только понимаю, что люди все накормлены, довольны и образуют из себя достаточно плотную банду. Простите, пожалуйста, это совсем не сфера, как бы, моих знаний, но неужели все эти достаточно тяжелые санкции, они все равно, ну, как бы, оставляют людей в состоянии накормленности и удовлетворения? Ну, смотрите, люди, которые потеряли возможность ездить на Запад и хранить деньги в западных банках, они пока еще имеют возможность делать это на Востоке. Они начали осваивать Китай и другие дальневосточные страны, но это кончится когда-нибудь, без сомнения. Ну, и санкции находятся в самом начале, количество санкций, и их глубина, конечно, будет увеличиваться и увеличиваться. То есть, инструмент воздействия как раз на какой-то эстеблишмент, самый близкий к президенту, это, ну, как бы, санкции, они для того... Персональные санкции для того и были созданы, для того, чтобы, да, воздействовать на близких к президенту эстеблишмента, рассматривая его как коррумпированного руководителя, криптократа и его окружение, как некую, так сказать, соответственно, банду из такого же рода людей. Ну, в общем, на это не закладываемся. Что из-за этого, что из-за санкций что-либо изменится? Нет, не закладываемся. Ну, вы знаете, вот, если бы, например, президентом Америки стал бы классический, республиканский, рафинированный такой лидер, то я бы Путину не позавидовал. Но ему везет. И несмотря на не очень хорошую реальность и не очень хороший прогноз, все равно вы считаете, что нужно бороться и нужно пытаться что-то спасти, а вот что спасти, что осталось? Ну, во-первых, за что бороться? Бороться надо за людей. Бороться надо и за освобождение кого-то. Как вы знаете, у нас еще сидит один заложник в тюрьме Алексей Пищугин. Но и по большому счету надо бороться за то, чтобы у людей в России была нормальная жизнь, и они бы ее когда-нибудь наконец увидели. Вот. Что касается русской истории, российской истории и российской культуры, она сейчас находится под большим ударом политической мотивированности, да, которая исходит от руководства. Собственно, это все было при Иосифе Исарионовиче. Да, абсолютно. Я хотела сказать, что не первый раз в истории. Не первый раз. Но эти искажения влияют на целые поколения, они потом создают, в общем-то, людей, которые, ну, не знают своего прошлого, не могут себя идентифицировать правильно, не понимают, что такое быть россиянином или русским, не знают российской культуры. Но зато знают, что российская культура и литература априори намного лучше любой западной, так же, как православие, намного правильнее любого там другого остального христианства. Вот. Они продолжают жить в этой коробке. Вот. Наша же цель, чтобы Россия действительно расцвевала, российская культура стала или продолжила, как это было в 19 веке, быть частью, большой частью международной культуры. Это, кстати, касается и науки, и гуманитарных наук, и всего чего угодно. При этом режиме это все невозможно. Ну, я не понимаю, как это можно сделать. Я вот возвращаюсь иногда к мысли, вот если бы со мной ничего вот это не происходило, что происходило, и, например, вдруг каким-то там Божьей волей я остался бы ректором РГГУ. Ну, смог бы я сейчас в этой ситуации, даже если бы у меня было неограниченное количество денег, возможности приглашать, соответственно, профессоров и так далее, мог бы я в этой ситуации построить международного уровня русский гуманитарный университет, тем более государственный, отвечаю, нет, не мог бы. Я не смог бы победить коррупцию, хотя вот в 2003 году, когда я заступил, я был абсолютно уверен, что я разберусь с коррупцией в этом учебном заведении. И мне кажется, это номер один, с чего надо начинать чистить Россию вообще. Это коррупция. Так Алексей Навальный говорит. Хотела, раз уж так он вспомнился, спросить, как вы относитесь к той оппозиции, которую у всех на виду и на слуху. У них может что-то получиться? Ну, Алексей Навальный человек, которого я глубоко уважаю, независимо от того, что у нас могут быть с ним разные взгляды по разным вопросам, по некоторым вопросам я не знаю его взглядов, но его оппозиционность всему происходящему импонирует и его смелость импонирует. А это важно, то, что он делает, то, что он пытается делать, там, из месяца в месяц, из года в год или это тоже уже сейчас... Но это более чем важно, показать людям, что все-таки есть очаги сопротивления. Это более чем важно. Страна сейчас психологически, население переходит в то же состояние, которое, так, чтобы никого не обидеть, было в районе 30-х годов в Германии. И как бы все очаги сопротивления подавили и не заметили, как пришли к нацизму. Сейчас очень опасная ситуация. И все, кто сейчас себя проявляют смело и бескомпромиссно, конечно, люди достойны уважения и, как бы, геройские люди для меня. Скажите, пожалуйста, вы в свое время присоединились к форуму «Свободная Россия». Чем вы занимаетесь там? В форуме очень много людей, которые действительно обладают достаточными знаниями и опытами, чтобы что-то предлагать и делать. Но в чем вы правы, сегодня можно заниматься только двумя вещами. Вот, по-настоящему, это готовится к будущему. То есть, все-таки, описать ту Россию, в которой люди хотели бы жить красиво и счастливо и долго. Ту демократическую, европеизированную, да, естественно. Ну, как у Навального называется «Прекрасная Россия будущего». «Прекрасная Россия будущего». Вот, и это отдельная работа, люди ей занимаются. Ну, естественно, надо реагировать на происходящее. Вы понимаете, то, что мы все, вот все, я имею в виду, все, не можем остановить или хотя бы помочь отдельным людям, да, которых просто гнобят, вот как вы сейчас говорили. Когда в современной России это начало так сильно меняться? Не, ну, конечно, это все произошло при Путине, вот так сильно. Но Путин, некое следствие того, что происходило до него, естественно, подготовительный период, как минимум, как минимум с 96-го года был, к сожалению, как оказалось в пользу Путина и путинизма. И уже тогда произошли некие изменения, потому что стали заупотреблять телевидением, стали использовать центральное телевидение как оружие массового зомбирования и пропаганды, вот. А потом, собственно, договаривались только о выборах, а потом выиграли выборы, и оказалось, что никто не хочет расходиться. Все хотят, все хотят жить так, как это самое, и как договорились до выборов. Вот, но Ельцина уже выбрали, а это все продолжилось и пришло к Путину. Вот, как вы понимаете, после выборов с 96-го года до 99-го Борис Николаевич уже в себя не приходил, вот, и страной правили другие люди. Вот, и эти люди выбрали Путина, вот, так что их вина, в общем, такая же, как и вина Путина. А мощные сигналы, я считаю, были даны, извините за нескромность, самый мощный был, не самый первый, но это было дело Юкоса. Я думаю, что это тот испуг, который общество получило, и как бы люди присели. Скажите, пожалуйста, а ваша личная мотивация пытаться вести какую-то борьбу, вести какую-то борьбу, она как бы идет от дела Юкоса? Ну, борьбой это назвать, конечно, тяжело, вот, боюсь получить сравнение слона и моськи, не в мою пользу, вот, не в нашу пользу. Мое все-таки странное желание, чтобы везде была демократия и свобода, и в том числе в стране, в которой я родился и прожил 44 года, мне бы этого тоже хотелось. И еще раз я хочу, чтобы российская гуманитарная наука и российское искусство и культура были бы на мировом уровне, были бы частью мирового тренда. Вот. Не последователями, как это сейчас, а частью. Вот. И на это есть потенциал, и он все время воспроизводится. И совершенно непонятно, это же загадка, когда люди, там, начиная с 17-го года, уезжают, 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 или их убивают, убивают, там, да, или они гибнут на войне. Людей все меньше и меньше, и лучшие люди уходят. А страна воспроизводит талантливых, и, значит, у нее есть перспектива, правильно? Вы сказали, что вы не оптимист. А как, несмотря на достаточно пессимистичный взгляд, продолжать что-то делать? Не, ну жизнь же не состоит только из того, что происходит в России, или там... Да, мы же все равно живем. И в смысле жизни я оптимист. Я пессимист в смысле будущего России на сегодня. Знаете, кому из мудрецов не задаешь сейчас вопрос, и, если можно, я не буду их называть, но, поверьте, это люди первого списка мудрецов. Что ты думаешь, что надо делать, какое будущее России? Они говорят, у России будущего нет. И никто из по-настоящему вот умных, креативных людей, не занимающихся специально Россией, а видящих мир как бы объемно, да, там, в том числе футурологов, в том числе философов, никто не видит будущего России. Ну вот, но все равно двигаться надо. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо.